Основной плюс России на протяжении, наверное, последних 10-15 лет заключается в том, что Россия называют самым дешевым рынком. Понятно, что любой капиталист хочет заработать больше денег. Тебе могут в России запретить конвертировать рубли в доллары и эти доллары выводить к себе на зарубежный счет, если ты являешься глобальным игроком, глобальным инвестором. В Америке рисков меньше, но и доходность там, соответственно, меньше. Насколько меньше, давайте разбираться. Всем привет, на связи Максим Петров, мы продолжаем серию наших видео. Сегодня поговорим о пяти плюсах российских акций. В последнее время российский рынок не в фаворе, кто его уже только не ругал. Но все-таки давайте говорить о плюсах, нежели чем о минусах, потому что я неоднократно повторяю, что наибольшая доходность лежит там, где наименьшее число инвесторов, наименьшее число участников. Просто по одной простой причине, потому что когда нет толпы, есть возможности. Ни для кого не секрет, что российский рынок является самым дешевым. Многие консультанты об этом говорят, но при этом же эти же самые консультанты говорят о том, что при всех преимуществах, при всем при том, что российский рынок самый дешевый, у него есть какие-то громадные риски, которые отпугивают международных инвесторов, которые приводят к тому, что насколько бы дешевые акции российских компаний не были, то их покупать все равно не стоит. Я думаю, мы по этому поводу запишем отдельное видео, в чем все-таки минусы российских компаний. Если вам интересно, то пожалуйста, оставьте свой комментарий под данным видео, я покажу свои минусы российских компаний, в чем они выражаются. Но сегодня все-таки про плюсы. Для того, чтобы понимать плюсы, основной плюс России на протяжении, наверное, последних 10-15 лет заключается в том, что Россия называет самым дешевым рынком. Что значит понятие самый дешевый рынок, когда международный инвестор, финансист, оценивая тот или иной рынок, говорит дешев он или дорог. Есть такое понятие срок окупаемости. В фундаментальном анализе показатель называется цена-прибыль или форвардная цена-прибыль. То есть, если мы берем текущую цену, которую мы должны заплатить актив и делим на годовую чистую прибыль этой компании, то в этом случае мы понимаем, какой у нас срок окупаемости инвестиций. Если мы поменяем числитель и знаменатель и поделим размер чистой прибыли на цену, которую мы должны заплатить, мы получим рентабельность. То есть, какой доходностью в данном случае наш капитал будет работать, если мы будем вкладываться непосредственно в эту компанию. Российских компаний у российского рынка, даже из развивающихся рынков, показатель самый низкий. Чтобы было более понятно, давайте я вам покажу на пальцах, каким образом это работает. Мы хотим купить бизнес, мы глобальные инвесторы, у нас для этого условно назовем есть определенные денежные средства, и мы выбираем для себя, какой же бизнес нам лучше купить. Понятно, что любой капиталист хочет заработать больше денег. Чем более высокую доходность можно получить, тем более высокие риски мы при этом должны быть готовы принять на себя. В России риски очень высокие, но это и предполагает высокую доходность. В Америке рисков меньше, но и доходность там соответственно меньше. Насколько меньше, давайте разбираться. Вы пришли в Россию, ищете бизнес и вам предлагают автомойку. Ну то есть вы просто хотите купить автомобильную мойку, которую оценили в 10 миллионов рублей. При этом эта автомойка имеет чистую прибыль в год 2 миллиона рублей. Вы соответственно как инвестор начинаете оценивать. Какой показатель цена прибыли? Цена 10 миллионов, прибыль чистая 2 миллиона рублей в год. Мы соответственно 10 миллионов делим на 2, получаем 5. За 5 лет у нас окупятся инвестиции. Мы хотим посчитать какая рентабельность в этом случае у нас будет. Мы соответственно наоборот берем 2 миллиона, делим на 10 миллионов. И в этом случае получаем 0,2. То есть показатель доходности, рентабельности 20%. Ну то есть это логично. Если у нас рентабельность 20%, за 5 лет окупаются инвестиции. Вот очень два простых показателя. Цена и прибыль. То есть цена это рыночная капитализация компаний, прибыль. Всегда можно посмотреть по отчетности, каков размер чистой прибыли. Мало того, в большинстве информационных сервисов этот показатель уже рассчитан. Он такой динамичный, потому что цена акций каждый день может меняться. То есть рыночная капитализация компаний каждый день может меняться. Есть некий прогнозируемый будущий денежный поток. То есть есть предыдущая прибыль 12 месяцев. И есть форвардный показатель цена прибыли. Форвардный пи. Возвращаемся к нам в Россию. Итак, нам предлагают автомойку за 10 миллионов рублей, которая имеет чистую прибыль 2 миллиона. Переезжаем в Америку. В Америку есть тоже автомойка, которая в рублевом эквиваленте генерирует нам прибыль в размере 2 миллионов рублей. Перевели по валютному курсу. То есть валютный курс мы в данном случае нивелируем. То есть есть денежный поток в год 2 миллиона рублей. Средний показатель для американского рынка, то есть показатель форвардного пи составляет порядка 40. Еще раз, в России 5, в Америке 40. О чем это говорит? Это говорит о том, что если мы покупаем эту автомойку в Америке, которая имеет денежный поток в размере 2 миллиона рублей в год, то за такую автомойку у нас попросят 2 умножить на 40 80 миллионов рублей. То есть практически 1 миллион долларов. Ребята, кто имеет свои автомойки, представьте себе, если бы ваш бизнес функционировал в Америке при сопоставимом денежном потоке, то вы бы спокойно могли его продавать за 80 миллионов. Сложного в принципе в этом ничего нет. И для разумного инвестора стоит выбор, что купить. Купить автомойку в Америке или купить автомойку в России. При этом в России, да, у тебя высокая рентабельность, у тебя низкий срок окупаемости, но есть риски. И риски, откуда эти риски прилетят, ты не знаешь. Тебе могут запретить в принципе владеть российскими активами. Тебе могут в России запретить конвертировать рубли в доллары и эти доллары выводить к себе на зарубежный счет, если ты являешься глобальным игроком, глобальным инвестором. Условно, эта автомойка, если она и продается, она может продаваться в Крыму, а ты не можешь иметь деятельность в Крыму. Или, допустим, ты покупаешь холдинг, у которого филиал в Крыму находится. То есть некие такие, так называемые, санкционные риски. У тебя есть административные риски, связанные с тем, что тебе просто, если ты смотришь по денежному потоку, вроде бы все окей, но при этом тебе собственник этой автомойки не сказал, что он вот так вот с начальником РОВД, с начальником пожарной охраны, и у него до этого не было никаких проверок, а просто элементарно к тебе начнут приходить с проверками различного рода, да, и, соответственно, ты просто из чистой прибыли будешь каким-то образом компенсировать или выплачивать штрафы. Тебе, соответственно, губернатор может издать распоряжение, в рамках которого все сотрудники автомойки должны быть вакцинированы. Если кто-то будет не вакцинирован, проверка это покажет, и в этом случае тебе приостановят деятельность на 30 суток, и у тебя рентабельность от этого снизится. И поэтому получается, что, с одной стороны, у нас очень высокие риски, которые есть, да, и, наверное, в Америке этих рисков будет поменьше, но вопрос прибыли. За 5 лет у тебя окупятся инвестиции или за 40 лет у тебя окупятся инвестиции? Ты можешь допустить, что Россия будет более сложной, и окупится не за 5 лет, но за 10 лет, по крайней мере, ты будешь в плюсе. В Америке у тебя как было 80, ну, там 40 лет, да, так 40 лет останется. В итоге цена, которую нужно заплатить за денежный поток в том виде, в котором непосредственно есть, она разная. Или 10 миллионов, или 80 миллионов. Поэтому, когда мы говорим о российском рынке, и мы говорим о том, что, в чем преимущество российских компаний, опять-таки с оговоркой, что такие риски присутствуют, именно благодаря таким рискам, да, в России сейчас очень мало инвесторов. И нужно понимать, что если мы инвестируем на долгосрочном периоде, и сам себе, ну, как я это делаю, да, сам себе ответить на вопрос, буду ли я жить дальше в такой стране с такими рисками. Что будет дальше происходить с этими рисками? Будут они нивелироваться или не будут они нивелироваться? Если я смотрю на горизонт 10-15 лет, потенциал у России по мере ухода подобного рода рисков, он достаточно высок. Ну что ж, давайте теперь перейдем непосредственно к плюсам российских компаний. Я выделил 5 основных плюсов, почему стоит покупать российские компании. То есть первый плюс, он связан с, как это не покажется, странным, да, мы очень много на канале говорим сейчас об инфляции, об инфляционных ожиданиях, последствиях первого, второго, третьего порядка, да, в отношении инфляции, к чему это может приводить. И в этом случае нужно понимать, что инфляционный цикл, он развивается по 4 этапам. В этом видео я не буду останавливаться на 4 этапах инфляционного цикла. Если вам интересно узнать про это, пожалуйста, оставьте комментарий под данным видео. Я отдельно расскажу про этапы инфляционного цикла, какие они бывают, чем они характеризуются. Соответственно, оставляйте комментарий, будет интересно с вашей стороны. Обязательно запишем данное видео. Но сейчас мы говорим о том, что мы находимся в той стадии инфляционного цикла, когда одними из бенефициаров разгоняющейся инфляции являются компании сырьевой экономики. То есть являются сырьевые компании. Потому что инфляция начинает в первую очередь стерилизоваться именно в сырьевых активах. Начинают расти цены на платину, палладий, мед, сахар, пшеницу, нефть, нефтепродукты. Начинают увеличиваться. Соответственно, компании, которые занимаются добычей и экспортом подобного рода продуктов, они начинают просто элементарно зарабатывать больше. Абсолютное большинство компаний российского рынка ценных бумаг, это экспортно ориентированные компании, при росте инфляционных ожиданий перформят рынок. Что значит перформят рынок? Они чувствуют себя лучше рынка. Они, если рынки снижаются, снижаются ниже рынка. Если рынки растут, они растут больше рынка. То есть это так называемое понятие в погоне за высокой альфой. То есть альфа это насколько вы можете заработать больше, чем средний рынок. Поэтому, когда мы говорим о российских компаниях, на перспективу следующих двух-трех лет, люди, международные глобальные инвесторы, которые находятся в поисках высокой альфы, они неизбежно будут обращать внимание на российский рынок, потому что, я объяснил, это акции а сырьевых компаний, б это компании стоимости. Это не компании роста. То есть это второе преимущество российских акций, российского рынка, заключающегося в том, что мы относимся к компаниям стоимости, а не компаниям роста. В чем разница? Мы тоже в одном из видео уже рассматривали различия, что такое компания роста, что такое компания стоимости. В двух словах, когда мы находимся в стадии дешевых денег, на беспрецедентных мер стимулирования монетарного, когда денежная масса у нас непосредственно увеличивается, когда стоимость кредита очень низкая, то в этом случае риск ошибки очень низок, потому что у тебя стоимость денег очень низкая, и если ты не угадал, если ты ошибся, то из-за того, что тебе обслуживание, заемный капитал очень дешево, или вообще практически ничего не стоит, то в этом случае ты как бы не рискуешь, тебе не нужно отдавать кредит с процентами. И поэтому ты выбираешь более рисковые инструменты, ты ищешь точки роста, ты ищешь компании роста, ты в них инвестируешь, потому что в будущем они тебе обеспечат более высокую прибыль. И поэтому в этой стадии инфляционного цикла ты инвестируешь в компании роста. Когда же начинает разгоняться инфляция, то у компании роста возникают очень серьезные риски, потому что у них, как правило, высокая долговая нагрузка, у них очень низкая прибыль, или она вообще отсутствует, и в этом случае происходит, что инвестор боится того, что у него инвестиции будут потеряны в акциях компании роста, он продает их и покупает компании стоимости. Это второй плюс в настоящий момент, почему российский рынок наиболее интересен, даже если посмотреть, каким образом ведут себя российский рынок ценных бумаг с начала 2021 года, опять-таки по состоянию на июнь-июль месяц 2021 года, можно видеть, что российский рынок растет лучше, допустим, технологического сектора Соединенных Штатов Америки. И это второе преимущество инвестиций в российские компании. Третий вариант, на самом деле, третий вариант, он должен был быть первым, то, про что я рассказывал про автомойку, это вот как раз-таки именно Россия просто дешево. То есть размер денежного потока, который генерируют компании по сравнению к цене этих компаний, он очень и очень высок, то есть очень высокая маржинальность, очень низкие сроки окупаемости. И в этом случае получается, что если риски, опять-таки, в будущем, все которые, опять же, они не все были перечислены, я просто привел это в качестве примера, и в этом случае, да, допустим, с автомойкой это будет очень высокий риск, но если мы смотрим, допустим, на направление, опять же, тех же самых экспортеров каких-то крупных компаний, типа, я не знаю, Газпрома, Лукойла, Роснефти, Татнефти, НЛМК, МНК, опять-таки, металлурги, прекрасная история, да, то есть очень хорошая маржинальность, особенно там золотодобытчики в настоящий момент очень являются привлекательным объектом для инвесторов, глобальных игроков. Но опять у нас возникают риски, да, когда просто выходит постановление и говорит, ребят, ну, у нас высокий валютный курс, цены на металлы, металлопрокат, черную металлургию, цветную металлургию, на международном рынке очень высокая, вы что-то очень много зарабатываете, много выплачиваете дивидендов, ну-ка, давайте-ка вы будете инвестировать в инфраструктуру, да, или платить более высокие налоги, что это вы как много зарабатываете, ну, вот так вот пришли и приняли. И вот этот вот риск, он как бы с одной стороны постоянно висит, но опять-таки, он как появился, он точно так же может и пройти, да, то есть, опять-таки, санкционный риск в отношении Русалла появился, поступили там подобным, ну, нужным образом, да, санкции с Русалла непосредственно были сняты. Опять-таки, может произойти так, что в определенный момент лобби может победить, и эти налоги будут отменены в будущем. Поэтому третье преимущество на российский рынок просто дешевле, со всеми вытекающими рисками, но если ты понимаешь это, диверсифицируешь, и не иметь в настоящий момент при растущих инфляционных ожиданиях в инвестиционном портфеле акций российских компаний, это не совсем разумно. Также российский рынок, российские акции, они интересны в связи с тем, что российский центральный банк проводит очень жесткую кредитно-денежную политику, и даже Международный валютный фонд хвалит нас за это, в то время как крупнейшие банки, да, международные банки, соответственно, держат процентные ставки на очень низком уровне, дополнительно печатают доллары, у них реально растет инфляция, и население это непосредственно понимает, но они еще дают некий такой шанс, некий такой лаг, связанный с тем, чтобы, ну вроде бы как, чтобы экономика заработала еще больше, уровень безработицы снизился более сильно, и они очень сильно рискуют, да, то есть в настоящий момент при разгоняющейся инфляции мягкая кредитно-денежная политика может привести к тому, что инфляция может превратиться в галлопирующую форму. В России здесь идет больше дисциплины, достаточно оперативно центральный банк повлияет на вот эти вот инфляционные ожидания, чтобы их вовремя погасить, и тоже для глобального игрока, для глобального международного инвестора это является скорее плюсом, нежели чем минусом вот такая вот жесткая политика центральных банк. Резюмируя, да, то есть последнее преимущество российских компаний заключается в том, что у российских компаний наряду с высокой маржинальностью, высокой прибылью, низким сроком окупаемости, очень низкая долговая нагрузка. Что значит очень низкая, это не значит, что ее совсем нету, она может показаться в абсолютных значениях, в принципе, не такой уж и низкой, но по отношению с прибылью, которую зарабатывают компании, по сравнению с международными аналогами, это действительно так. У нас низкая долговая нагрузка, у нас высокая балансовая стоимость, у нас малое количество обязательств, и причиной тому опять-таки являются, наверное, все минусы, которые были названы до этого, неблагоприятная инвестиционная среда, то есть в долг российским компаниям особо никто не дает, и они вынуждены развиваться за счет собственной чистой прибыли. В условиях растущих инфляционных ожиданий и возможного роста процентных ставок как в мире, так и в России, непосредственно из-за того, что у тебя нет просто долга, или этот долг очень комфортен для тебя, ты можешь комфортно его обслуживать, наличных денег и женых средств у тебя достаточно для этого, процентные ставки и маржинальность позволяют тебе, в принципе, в неблагоприятных ситуациях использовать заемный капитал, и нужно же понимать, что глобально, если будет расти рост инфляционных ожиданий, рост процентных ставок, то другие компании, конкуренты в мире, которые есть, они же столкнутся с очень существенными проблемами, то есть у них высокая долговая нагрузка, у них тоже упадет прибыль, у них гораздо более низкая маржинальность, если мы говорим о компании стоимости, у них гораздо более низкая маржинальность, чем у российских компаний. Почему Россия в этом случае, те же самые российские компании-экспортеры являются бенефициарами? А что, в принципе, мешает российским компаниям в случае, когда у международных конкурентов начнутся проблемы с обслуживанием кредита, с падением прибыли, и то, что в предыдущем видео мы рассматривали последствия второго порядка относительной инфляции, если это накроет международную компанию какую-то, ну, в другой стране, у которой низкая маржинальность и высокая долговая нагрузка, то есть по ней произойдет вот этот вот хлопок, да, падающих продаж и росту стоимости обслуживания кредита, она же обанкротится, и что мешает тогда в этом случае российским компаниям в принципе поглотить. Мы помним 2008 год, когда, да, эта сделка не прошла, 2009 год, когда Сбербанк хотел купить General Motors со всеми ее технологиями. Поэтому, когда мы опять понимаем, что мир заходит в стадию инфляционного цикла, когда будет расти инфляция или с ростом ВВП, или наряду с падением ВВП, да, в стадию дефляции, то в этом случае у российских компаниях есть шанс в принципе поглотить какие-то крупные холдинги, в первую очередь в сфере добычи полезных экскопаемых. И это тоже является одной из преимуществ, это скорее относится к последствиям второго порядка. Опять же, поставьте в комментариях ниже плюс, что вы сами, не посмотрев этого видео, да, пришли к последствиям вот этого второго порядка. Я вам рассказал, да, низкая долговая нагрузка, высокая маржинальность, все это хорошо, да, то есть это говорит о том, что компания дешевая, у нее высокая маржинальность, она вам интересна как акционеру. Но вы не хотите в этом участвовать, потому что очень высокие риски. Но если посмотреть с последствиям второго порядка, что есть все шансы, я не знаю, там, у НЛМК, я не говорю о госкомпаниях, да, я не говорю про Газпром или Роснефть, я говорю о частных компаниях, Лукойл. Что мешает Лукойлу, да, при его маржинальности просто взять и купить какого-нибудь производителя нефти в Турции, если он, конечно, есть в Турции, да, или, я не знаю, там, в Арабских Эмиратах получить какое-нибудь месторождение крупное, которое просто будет, ну, попадет на аукцион, потому что нефтяной компанией, Saudi Aramco, нужно будет погашать свой кредит, который она взяла на развитие, да. То есть я говорю именно про такие вещи, да, про такие факторы, о которых абсолютно большинство людей не думает, но, что называется, вы находитесь в правильном месте с правильными людьми, вы подписаны на наш канал, а если не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что вот как раз таки я стараюсь посмотреть чуть-чуть подальше, да, какие же могут быть преимущества. О преимуществах российских компаний я непосредственно рассказал, могу в заключение сказать, что у нас есть проект миллион долларов за 8 долларов в день, мы инвестируем преимущественно в российские компании, есть отдельный вебинар, где я на протяжении двух часов рассказываю о том, почему я инвестирую, как я инвестирую, по каким принципам инвестирую, ссылка на данный вебинар будет непосредственно по данным видео, делаю это непосредственно для своих детей, в настоящий момент абсолютная часть активов проинвестирована именно в акции российских компаний, зачем я это делаю, почему я это делаю, какая доходность образована, и как можно присоединиться к этому проекту в нашем бесплатном вебинаре, ссылка ниже, проходите, смотрите, если будет интересно, присоединяйтесь, рад буду видеть вас в качестве участников. У меня же на этом все, на связи был Максим Петров, до свидания, удачи, всего самого хорошего, пока-пока.